Ивановские таксисты, как и их коллеги из десятков других регионов страны, провели в понедельник протестные акции. Это стало своеобразным ответом профессионального сообщества на новый закон, разработанный депутатом Госдумы Лысаковым. По сути, законодательный акт, уже принятый в первом чтении, легализует работу диспетчерских служб, тем самым перекрывая кислород официальным организациям такси, которые, в отличие от служб заказа, несут ответственность перед водителями и пассажирами. Многие другие пункты закона профессиональное сообщество считает просто пустышкой, нужной лишь для того, чтобы отлечь внимание от более важных и опасных для таксинового введений. Данный законопроект выводит практически из-под какой-либо ответственности диспетчерские компании такси, лишь бы службы заказа такси, как они еще себя называют. И вот эта вот, как раз, часть этого законопроекта, она вызывает наиболее такое недоумение у профессионального сообщества и резко негативные оценки данного законопроекта. Опять же повторюсь, что никаких абсолютно практических механизмов влияния на сферу такси, на отрасль такси в данном законопроекте не прописано. То есть не раскрывается полностью ни само понятие диспетчерской компании такси, либо службы заказа такси. Те нормы, которые якобы направлены на борьбу с нелегальным извозом непосредственно самими перевозчиками, увеличение штрафных санкций, вплоть до изъятия водительского удостоверения, навряд ли пройдут какие-либо согласования в комитетах Госдумы и вряд ли они будут приняты в том виде, в котором они сейчас прописаны. Потому что данные нормы, они очень резко противоречат многим еще другим федеральным законодательным актам. После показательной части акции состоялся круглый стол по проблеме, где под резолюцией поставили свои подписи сотни таксистов. Документ будет направлен председателю правительства страны Дмитрию Медведеву.